Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер! 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 и что слышал ухом Своего. И в этом огромная ценность каждого слова. Он является очевидцем в буквальном смысле этого слова и свидетелем. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена». А ведь действительно, когда мы имеем дело с истиной, то радость наша неподдельная. Ведь, понимаете, в жизни нашей много радостей, и многие хотят очаровать нас, наше внимание, для того, чтобы возбудить в нас какую-нибудь радость. Но впечатление проходит, и вместе с впечатлением проходит радость. Потому что мы понимаем, и, вернее сказать, ощущаем временный характер этой радости. Вот цветы, ведь могут приносить нам радость. Особенно весной, или даже осенью, когда они цветут. Это действительно прекраснейшее творение Божие в этом мире. Но наступает момент, когда эти цветы увядают. Когда они из благоухания превращаются в зловоние. И с этим уходит радость. А кто не помнит, как пахнет вода от цветов постоявших? И в этом некий символ временной радости. Всегда рефлекторно мы ощущаем какую-то радость поначалу. Но проходит время, и мы начинаем печалиться. Как после сытного обеда, причем это может быть какой-то званный обед, торжественный обед в кругу друзей, близких. Но потом, по окончании этой встречи, человек ощущает только печаль. Потому что человек на радостях, бывает, язык свой не сдерживает, пытается сказать какой-то комплимент. И только потом, после того, как все это закончилось, подошло к концу, человек начинает оценивать качество этой радости. И понимает, насколько она мимо проходящая души, мимо нашей души. И вот здесь он говорит о том, что я вам буду свидетельствовать о том, чтобы радость ваша была совершенна. А совершенна, это значит, чтобы она никогда не покидала вас. Помните, спасите их, другими словами сказал, я вам дам такую радость, которую никто не сможет вам дать в этом мире. И никто не сможет этой радостью вас отнять. И вот мы иногда удивляемся благочестию, особенно древних подвижников. Удивляемся. Ну вот, приведу вам пример. Один брат повествует нам древний Патерик, то есть отечник в переводе с греческого языка. Древний Патерик, это Патерик, который рассказывает нам о жизни египетских подвижников четвертого века. Четвертый, пятый век. И вот, один брат смотрел за другим братом, в смысле, в болезни его. И болезнь была очень разрушительной для тела этого монаха, настолько, что тело его буквально начало разлакаться. И келья, в которой находился этот больной брат, начала наполняться зловонием. И помысел пришел ухаживающему брату. Уходи с этой кельи, ведь для тебя это непосильно находиться в таком запахе зловония. И тогда этот брат был очень благочестивым человеком и решил этот помысел убить на корню. Конечно, никто не догадается из вас, что он решил сделать. Мы себе в мысли такой не сможем допустить, что сделал этот брат. Воистину пути Господни неисповеди. Но никто не знает тайны Божьей. Макрота, буквально в переводе, плевки, он стал собирать этого больного брата в глиняный сосуд. Стал собирать для того, чтобы, когда наступала жажда, употреблять. Вы себе представить этого не можете, действительно, как это вообще возможно. Это какое-то, можно подумать, изуверство. Но, тем не менее, слушайте, что произошло дальше. Ему помысел стал внушать другое. Знаешь что? Ну, ты можешь остаться здесь, но хотя бы ты не употребляете эту макроту. И вот он, преодолев этот помысел, обнаружил, что в этом глиняном сосуде ключевая вода. Просто чистая вода. И вот когда он дальше стал употреблять эту воду, то исцелился не он, а исцелился его брат. И омолодилось, как говорит нам это житие, тело больного брата. Это не значит, что кто-то из нас сможет повторить что-то подобное. Но идет речь о некой любви. И вот нам сложно понять, на что любовь настоящая способна. Нам тяжело выносить какие-то подробности из жизни больных людей. А вот здесь было совершенно что-то невозможное. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, продолжает далее Иоанн Богослов, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы переведем на более доступный язык, что такое тьма? Греха. Ведь все наши помыслы, греховные помыслы, они, как правило, совершаются внутри нас тайно. Если мы даже человека осуждаем, другого, то мы не говорим ему это в лицо, ну, если мы с чем-то не согласны. Мы будем говорить где-то во тьме. Имеется в виду, чтобы ни в коем случае тот, кого мы осуждаем, услышал. А ведь в Боге нет никакой тьмы. Бог есть свет. И вот это определяет качество нашего поступка, насколько он, этот поступок, христианский. То есть, если нам предлагают люди посудачить, как мы говорим, поговорить. Посудачить, посудить, значит. Посудить кого-то. Ну так, порассуждать о жизни. Ну, понятное дело, втяни где-то, чтобы этот человек не видел. Значит, это первая характеристика того, что мы не должны этого делать. Это неправильно будет. Потому что Бог во свете ходит. И всякий, ходящий во свете, не скрывающий свои темные делишки и дела, тот будет ходить путями Божьи. А кто скрывается, тот путями не Божьи не ходит. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его уживым. И слова Его, и слова Его нет в нас. Вот в Патереге нам рассказывается о том, как один монах увидел однажды песноватого брата и опечалился весьма о том, что этот брат не может соблюдать пост. Ну, так говорит нам Патерег. По причине песнования. Патерег нам не указывает подробности, как это песнование происходило. Ну, и любое, собственно, песнование, оно всегда сопровождается какими-то судорогами, конвульсиями, припадками и так далее. Видимо, и это происходило с этим братом. И вот тогда этот брат начал молить Бога, Господи, сделай так, чтобы этот страдающий брат, не могущий поститься, освободился от беса, и пусть этот бес перейдет в меня. И вот через какое-то время непродолжительное так и случилось. И поскольку этот пострадавший, вновь пострадавший, продолжал поститься и совершать свой духовный подвиг, как и ранее, Господь его через непродолжительное время освободил от беса. И мы видим, как любовь к брату спасла обоих. для нас это совершенно непонятно. Потому что у нас опыт жизни другой. Вряд ли мы сможем решиться на подобное. и вот мы видим, что значит святой человек. Святой человек – это вот вот в этих подвигах, о которых я только что рассказал, жертвующий собой совершенно, забывая о себе. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Видите, что беспокоит более всего Иоанна Богослова? Чтобы вы не согрешали. И вот еще один расскажу вам случай из-под река. Однажды пожилой брат, монах, говорит другому, «Давай будем жить в одной келье». Видимо, и этот был уже немощен, просящий о том, чтобы жили вместе. А в египетской пустыне они жили в отдельных кельях, причем на значительном порой расстоянии друг от друга. Сейчас так живут на Афоне, келиоты, причем на значительном расстоянии могут жить друг от друга. И он говорит, «Я не уверен, что это будет для меня полезно». Но через какое-то время он сказал, «Я подумаю». И вот однажды приходит к нему этот пожилой монах и спрашивает ответ. А молодой говорит, «Отец, ты знаешь, я вот был недавно в городе, продавал свои корзины и пал с женщиной, согрешил». но нужно заметить, что он сказал неправду. Он испытывал старшего монаха. А старший монах говорит, «А ты имеешь покаяние?» Он говорит, «Да, я сокрушаюсь, каю свято». «Знаешь, говорит, с этого момента этот грех будет на нас двоих. Часть греха будешь ты нести, а часть я». И тогда этот молодой монах понял, что с таким братом можно идти до гробовой доски вместе. И вот в данном послании апостол говорит, «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали». Именно это очень беспокоит Иоанна Богослова. Он готов взять на себя этот грех. Помните, как он бежал за согрешившим духовным чадом своим, который стал разбойником и глудником. Помните, Иоанн Богослов в житии и говорит, «Чада, остановись!» Помните, просил его, остановись. Сам упал, потому что был в преклонных летах и не мог далее бежать за своим духовным чадом. Этот разбойник остановился. Он говорит, «Я возьму на себя твои грехи». И вот, когда он упал, старец, тогда вернулся этот разбойник к нему, поднял его, плакал и просил прощения у своего старца, Иоанна Богослова. Почему мы не называем Иоанна Богослова апостолом любви? Вот, о какой идет от речи любви? А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. «Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины». Вот это формула. Формула некой духовной жизни. Вот мы задаем себе вопрос, «Какой путь познания Бога?» И вот именно здесь апостол нам дает ответ. Если ты соблюдаешь Его заповедь, а что значит соблюдать Его заповедь? Это постигать Его волю. Постигать Его волю опытным путем. Это значит познавать волю. Познавать и в этом познании раскрывается вся мудрость Божия. Вот что важно соблюдать заповедь Его. И для нас заповедь должна быть неким духовным руководством нашей жизни. Мы должны помнить эти заповеди. Завещание это носить в своем сердце, в своем разуме. И вот и говорит Иоанн Богослов, что в этом познание Его. А кто говорит, что познал Его, но заповеди не соблюдает Его, тот лжец. И нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Господь говорит и такие слова, что мы должны любить врагов наших. И далее Он говорит, каких врагов и как нужно любить. Проклинающих вас благословляйте. Гонящих загонящих молитесь. А кто ненавидит вас, тому благотворите. Ведь это есть Его Слово. Но для того, чтобы исполнить это Слово, для этого нужно для начала знать это Слово. Нужно любить это Слово как истину, как Слово, обращенное непосредственно ко Мне. И вот если человек будет это Слово, им будет дорожить, то мы видим, что любовь это вовсе не сентиментальная какая-то вещь. Потому что часто ассоциативно мирские люди говорят, любить это значит чувствовать. Вот любовь это только чувство сознания мирского человека. Но мы видим, что это прежде всего действие проклинающего благословия, гонящего молись за гонящего, а ненавидящему благотвори. И вот каждый должен рефлекторно, когда что-то подобное случается в жизни, ведь приходит человек и начинает рассказывать. Вот меня прокляли, вот что мне делать? И отчаяние в глазах, страх, ужас, человек боится. Что же будет с моей жизнью дальше? А если бы он вспомнил Слово Божие, он бы сказал бы, пусть тебя Господь благословит. и сила проклятия разрушается об камень благословения, разбивается в дребезе. Не помню, я вам рассказывал этот случай или нет. Однажды мне звонит молодой человек в Севастополе, но как-то так случилось, что мы познакомились. и говорит, вот только что я был в маршрутке, он москвич приехал на отдых и рюкзаком зацепил какую-то старушку и она начала просто изрыгать на него проклятие, всякие черные слова говорить. И говорит, я почувствовал, что мою голову просто какая-то нечисть начала сжимать. У меня такое впечатление, что она сейчас трестет в моей голове. Страшная боль, и вот первое, что мне пришло в голову, позвонить вам. Вот что мне делать? Я говорю, Господь сказал, проклинающий благословляйте. И вот я ему что-то продолжал дальше говорить, а он мне говорит, вы знаете, я только что благословил ее, вот пока вы дальше мне говорили, благословил, сказал, чтобы тебе было хорошо. А, у него побежала кровь, в смысле, как он вышел с этой маршрутки, и говорит, вот как только я ее благословил внутри, вот сразу, как вы вот сказали, я сразу благословил ее. Пожелал и всяких благословений, какие только мог родному человеку пожелать и близкому. И меня тотчас отпустил, тотчас, как будто ничего не было. Понимаете, вот такая сила именно в заповеди Божьей. А люди думают, бегут уже к каким-то шептунам, к голдунам, чтобы сняли проклятие. А все на самом деле очень просто. Нужно только благословить проклинающего. А загонящего помолиться нужно. А возникает множество планов, как, понимаете, контр- атаку, понимаете, устроить. А нужно собраться, может, соборно помолиться. И все Господь управит. Также и ненавидящему благословить. Он тебе камень, а ты ему хлеба. Вот, понимаете, сила любви. Но это можно постигнуть только тогда, когда исполнить это. Вот почему чем дольше подвязались подвижники, мы их называем святыми, чем дольше они подвязались во кресте, тем меньше они к концу своей жизни что-либо говорили. Они настолько уже были в этом деянии именно любви. Апостол Иоанн только в конце своей жизни говорил, дети мои, любите друг друга. Он больше ничего не говорил. Дети мои, любите друг друга. Только эту заповедь он говорил, больше ничего. Потому что он чувствовал за словами этой заповеди огромную силу. Вот это очень и очень важно. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповеди древние есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и вас. Потому что тьма проходит и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. истинный как один из подвижников, ну, достаточно, может быть, просто вспомнить слова евангельские, как говорит Господь, да не зайдет солнце во гневе вашем. Вот каждый человек, если он имеет какой-то раздор в отношениях, он должен вспомнить, что прежде, чем зайдет солнце, нужно примириться. Это очень важно. И вот как умилительно рассказывал один брат, который всегда, прежде, чем зайдет солнце, если было какое-то недоразумение, он примирялся с этим братом, и рассказывал о том, какая благодать его посещала. Знаете, понимаете, вот отцы постоянно говорят о благодати нам, а ведь, понимаете, благодать. Вот для того, чтобы говорить о том, пришла она или ушла, для этого нужно иметь вот этот опыт, вот этого ощущения благодати. ведь нам сложно сказать, есть она у нас, была она у нас. Нет, иногда, конечно, мы можем сказать, что Господь прикоснулся к нам, но мы настолько в житейских всевозможных своих попечениях, что часто мы только потом где-то вспоминаем Божию, а какая пустота, вот уже благодати никакой нет. А вот такие люди, которые подвижники, понимаете, это люди, которые всегда только об этом и помышляли. Их счастье, радость жизни только было в том, ощущают ли они благодать или не ощущают. Вот что самое главное. Но при том, простите, кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Здесь идет речь о духовных возрастах. Понимаете, в духовной жизни тоже есть некие этапы роста. Есть младенцы. Апостол однажды скажет, что я вам давал словесное молоко, как дети. есть отроки, есть юноши, есть молодые люди, есть зрелые люди, старцы. И вот именно об этих возрастах пишет Иоанн Богослов. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукав. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век. Конечно, эти слова по своей силе имеют и имели огромное влияние на подвижников благочестных. По сути, это призыв к отречению от мира. Мир для меня апостол Павел скажет, распялся, и я для мира. И вот мне вспоминается один случай из жития преподобного Серапиона. Атажный он, будучи в Александрии, проходя мимо дома, где жили блудницы, ну, одна из блудниц стояла у входа и ожидала очередную жертву. И он, обратившись к ней, сказал, ты ожидай меня сегодня, я к тебе приду. Она, конечно же, готовилась хорошо, говорит Ава. И вот она облагоухала покои свои, постели, приготовилась к встрече. И вот он пришел, как и говорил, поздно и говорит ей, знаешь, прежде чем мы согрешим, давай вот я по монашескому обычаю прочитаю молитвенное правило, ну, какое положено. Она говорит, ну, может быть, это и странно для нее показалось, но все-таки монах есть монах. И она говорит, хорошо, читай. А сама в уголочке слушает. И он начал по полному чину. Молился он, молился всю ночь. Вот. И начал говорить, Господи, я знаю, как она несчастная эта женщина, она все слушает. Если ты благословишь, я возьму ее грехи на себя. И она начала рыдать и плакать. Ее это настолько потрясло, благодать, которая исходила из уст этого старца и молитва, что она упала в ноги ему и стала плакать и просить, чтобы он наставил ей ее, как ей дальше жить. И он отвел ее в женский монастырь. И там, как повествует нам далее житие, она стала затворницей и в благочестии отошла ко Господу. Конечно, на такое миссионерство согласиться, знаете, может не каждому. Это нужно действительно иметь возраст мужа в духовном отношении совершенно. Не только юноши, но зрелого мужа. Конечно, вы такие подобные случаи слышали, но на подобные проповеди шли только мужи бесстрастные. И в результате обращали этих женщин несчастных Богу. Все это было, конечно же, по любви христианской. Дети, как обращаете и от богослов, в последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время. Ведь, понимаете, слово антихрист, греческое слово, приставка анти обозначает не только против, но и вместо. Ну и Христос, то есть вместо Христа много антихристов. Ну уж, знаете, если буквально некоторые моменты расшифровать, то мне хотелось бы вам напомнить, что написано у Папы Римского на Тиаре, на головном уборе. Там написано Викарус Филидеус, что в переводе? Наместник Сына Божия. То есть вместо Христа. Вот такой ужас. А он и говорит, что я наместник Христа. А разве Христос нуждается, чтобы кто-то был вместо Него в этом? Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. И Иоанн Богослов говорит, что много антихристов, что много людей, и сейчас-то у нас сколько. Вот Виссарион, такой известный основатель секты виссарионовцев, он написал уже свои Евангелия от Виссариона и тоже говорит о том, что он Христос. так что много антихристов. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли и через то открылось, что не все наши. А ведь давайте посмотрим разделение церквей. Католичество можно сказать, это самый большой раскол. Первый самый большой раскол. Мы, конечно, можем сказать и о монофизитах, монофилитах. Их тоже достаточно большое количество. на Ближнем Востоке есть и по сей день. Но самые ближайшие к нам монофизиты, которые появились в IV веке, это армяне. И вот у нас тоже есть армянская церковь. Они тоже относятся к этой древней ереси IV века. Они убеждены в том, что у Бога, или у Сына Божия одна природа, божественная. А человеческая была поглощена Божеством. Моно один физиоприрода. Но вот самый большой раскол, самый значительный раскол, который затем трансформировался, можно сказать, в ересь, причем даже, я бы сказал, не в одну ересь, а в много ересей, то есть в много заблуждений, это так называемое католичество. Так вот, они ведь вышли от нас, ведь когда-то они составляли единую церковь, апостольскую, соборную, но вот в XI веке они вышли от нас. И вот, как говорит Иоанн Богословов, они вышли от нас, поэтому они не наши. Вот видите, важный момент, поскольку они вышли от нас, они уже не наши. А значит, они не являются и в каком-то смысле уже и христианами. Я чуть позже скажу почему. Но ведь на это обратите внимание, они вышли от нас. И вот те же протестанты, вот в основном посмотреть на протестантами и спросить их биографию, поинтересоваться, религиозную, скажем так, биографию. И все скажут, да, мы когда-то были православными, значит, они выше от нас. И в этом их серьезной трагедии это предательство, другими словами. и через то открылось, поскольку они вышли от нас, что они не наши, а значит, не церковь. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот здесь очень таинственные слова. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. о чем это Иоанн Богослов? Помазание от святого это таинство миропомазания, которое совершается после таинства крещения. Ну, одним словом, они совершаются два таинства одновременно. Ну, в смысле, не одновременно, но как бы вот за одним богослужением. и поэтому часто говорят, ну, вот, человек принял крещение, но на самом деле он принял два таинства, крещение и миропомазание. И вот миропомазание это таинство, в котором человек получает дары святого духа. И вот эти дары святого духа, если их возогревать, если соблюдать Слово Божие, заповедь Божия, они начинают оживать, как цветы после зимней спячки, превращаются в прекрасный цветник в нашей душе. И вот этот цветник, райский цветник внутри человека, ведь он может остаться в таком, знаете, вот, замерзшем состоянии, как говорится, на точке замерзания, а может расцвести. и вот если вот эти дары святого духа, которые мы получаем в своей жизни, если мы их возогреваем в себе, то есть живем благочестивой жизнью, то, как говорит здесь апостол, что они откроют вам все, вы знаете все, потому что благодать всегда жива и действием в душе человека. Но мы то не слышим этой благодати. И только в какие-то моменты своей жизни, когда мы немножко начинаем пробуждаться от этой лжи, ведь помните о чем говорит, если вы грешите, значит мы пребываем во тьме и лжи. Вот в этом вся, понимаете, глубина жизни христианской. В том, чтобы в себе эти дарования пробуждать, благочестие. Именно этому и посвящены эти послания, чтобы вы не грешили, говорит. От этого будет очень многое зависеть в вашей жизни. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложня от истины. Вот представьте, вот эти слова очень важны. я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете. А тогда для чего писать, если мы знаем истину? понимаете, вот когда человек чувствует внутри себя дыхание Святого Духа, благодать, как мы уже определили, начинает оживать внутри нас, как весенний цветок, то человек поначалу не может с этим справиться и совладать, он не может понять, он не может вовремя и правильно оценить, что это внутри меня такое. И человек как бы в сомнениях пребывает. И поскольку благодать, как описывают нам отцы, она как голубь, а голубь это птица чистая, в том смысле, что она пребывает только в чистых местах, и всякой скверны, и помоев удаляется. И вот если благодать, вот почему и в образе голубин, голубиния, Дух Святой сошел, помните? И вот если человек продолжает жить такой же греховной жизнью, то Дух Святой покидает опять человека. И вот здесь Иоанн Богослов пишет, вы знаете, потому что вы чувствовали это уже, вам это уже знакомо, я просто вам говорю, что это такое, понимаете? Потому что человек часто не может объяснить себе, что же это во мне такое. Вот есть атеисты, которые говорят, я верю в добро, я верю в правду. Некоторые могут добавить еще и истину верю. Но ведь понимаете, когда люди говорят, я верю в какие-то светлые, позитив говорят, но понимаете, ведь что нужно понять здесь, что этот человек вещи называет не своими именами, весь позитив, всякая светлая мысль и чувство, оно от Бога исходит. А раз оно исходит от Бога, то значит, мы должны Творца прославлять и говорить, Господи, я тебя благодарю за то, что ты мне послал эту светлую мысль, когда я находился в собственных каких-то испарениях и испражнениях тьмы своей собственной. И тут я получил эту светлую мысль. А человек называет светлые мысли, которые он получает, как правду абстрагированную от Бога, как будто какой-то свет может быть вне источника света, вне источника. солнца. как может быть луч солнечный вне солнца? Так и не может ничего светлого быть вне источника света, Бога. И если человек говорит, что он верит в это и не верит в Бога, он только пытается себя обмануть. И поэтому Иоанн Богослов сейчас говорит, вы знаете, и поэтому я вам говорю, но вы знаете и от кого это, и что это. А раз мы выражаясь современным словом, идентифицируем вещь. Когда мы проводим правильную инвентаризацию внутренних сил внутри себя, то мы должны понимать, что за всякое благо внутри себя, за всякий свет, всяк дар совершен, свыше есть, то есть от Бога. Не может быть совершенного чего-либо вне Бога. И вот здесь я хотел бы отметить еще очень важную деталь. Вы знаете, есть в нашем таком обиходе жизненном такое вот определение. Есть любовь, а есть что влюбчивость? Ну, по отношению, скажем, вот молодого человека к своей какой-то избраннице. То есть он как бы не любит ее, но влюбился в нее. А разница в чем? Разница в том, что любить это значит до гроба в белых тапочках, как говорится. Понимаете, это уже до конца. Потому что ведь этому прекрасному цветку 18 лет, особенно когда ей уже будет за 60, то она может и благоухание потерять, и все, и красоту, и все, 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 все. И вот если человек продолжает любить даже морщинки и и все, и полноту, особенно сейчас почему-то красота ассоциируется только с знаете, с какой-то худобой. Так вот, любовь это любовь, а влюбленность это влюбленность. И вот можно влюбиться в Бога, а можно любить Бога. И вот когда я говорю о том, что есть влюбчивость по отношению к Богу, то идет речь о том, что мы можем влюбляться в какие-то силы Божьи, в какие-то дарования Божьи, в какие-то именно дарования, которые Бог может человеку дать, и вот за это можно как бы вот иметь вот какую-то влюбчивость. А любить Бога, это значит принимать от Него все. Не только то, что мне нравится, а все то, что Бог посчитает нужным дать нам в нашей жизни. Вот это есть любить Бога. Это значит понести тот крест, который Бог нам дает. Потому что и по любви своей Бог и крест нам дает. Помните, что Он скажет богатому юноше? Возьми крест твой, который я тебе дам, и иди за мной. То есть Бог желает человеку дать крест. Казалось бы, ну как это несправедливо? Разве можно давать крест тому, кого ты любишь? Ну вот Спаситель, мы видим, любит такой вот любовью. Потому что Он знает, что крест уравновешивает силы наши. И Он делает нашу любовь мудрой любовью. Не просто какой-то сентиментальной рефлексией. А мы становимся верными Богу до конца. И не только Ему, но и людям. Вот здесь мы прочитаем вот что. Кто лжец? Если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. А исповедующий Сына имеет и Отца. А помните, у нас есть такая секта свидетелей Яговы. А что они делают? Они отвергают Сына. А раз и не отвергают Сына, то отвергают и Отца. Вот видите, как сектантское сознание читает текст Священного? Выборочно. Потому что сектант, Он строит свое представление, свою модель Бога и всего того, что связано с Богом. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Вот видите, пребудете в Сыне и Отце. Вот это пребудете в Сыне и Отце осуществляется Духом Святым. Дух Святой сошел на Церковь, на общество земных людей. Он вошел, Он зажег пламя внутри человека. Помните апостолы как свечи горели. Помните пламенные языки возгорелись над апостолами. И вот это горение, оно обращено Духа Святого внутри человека, обращено к Отцу постоянно. И помните, когда сойдет Дух Святой, когда будете молиться, то внутри вас будет молиться Дух Святой, Ава Отче. То есть мы можем молиться к Отцу только Духом Святым. Не может человек молиться сам. Значит, и за помыслом молитвы, за побуждением в молитве стоит действие Духа Святого. Дух Святой, он как некий чернорабочий человека побуждает ко всему светлому. Почему хула на Духа Святого не прощается ни в этом веке, ни в том? потому что человек, который начинает хулить Духа Святого, он начинает отвергать все светлое, что в нем есть. Потому что все светлое, что в нем есть, оно от Духа Святого. По сути, этот человек отвергает корень своего бытия, потому что всякий свет внутри человека, он от Духа Святого. И вот это духовное, что пробуждается в нем, оно всегда должно идти к Отцу посредством Сына, по побуждению Духа Святого. Почему именно Серафим Саровский говорит, что цель христианской жизни – это именно стержание, приобретение Духа Святого, благодати Святого Духа? То есть как можно больше скопить вот этих даров, которые Дух Святой дарует человеку, потому что залог Его бытия, Его вообще существования, Его духовной идентичности зависит именно от того, насколько Он в Духе Святом. Обетование же, которое Он обещал, нам есть жизнь вечная. Это Я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему. И оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Вот эти слова опять-таки нуждаются в дополнительном разъяснении. Это значит, почему вообще вот человек соглашается с словами истины. Вот если сейчас я, к примеру, говорю, вот если я говорю истины, и сейчас я в плиту умышленно, какие-то слова заблуждений, вы задумаетесь, а что это, батюшка, такое говорю? Ну, если я сейчас начну говорить о том, что карма равноценна Божественной благодати, ну, как вы, нравится вам такое слово сочетание? Не нравится, да? Вот видите? А все почему? А потому, что уже внутри вас это живет, понимаете? И поэтому, когда я вам говорю истину, и вы эту истину принимаете, то потому, что она уже в вас живет, эта истина. Вот это очень важно понимать. Поэтому мы говорим о созвучных вещах. Вот если собрались оркестром сыграть музыку, и если кто-то начинает играть что-то не то, он входит в некий диссонанс, нет созвучия с тем, кто играет то, что нужно играть в этот момент. Вот это звучание духовной музыки внутри нас, оно от Духа Святого. Давайте себе представьте себе, вот на какое-то время, вот молитва идет, скажем, Божественная Литургия. И тут я останавливаю где-то перед Херувимской или после Херувимской и скажу, братья, одну минуточку. Сейчас с нами помолятся братья-пятидесятники. Ну, братья-пятидесятники, давайте. И они ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот разными голосами, эмоциями и так далее, с притопом, прихлопом. Ну, здесь. Что вы скажете после этого? Вот скажите мне, пожалуйста. С батюшкой что-то произошло. Что-то с батюшкой произошло. Что-то случилось. Что-то произошло. Что-то произошло. А многие, понимаете, ну, конечно, самые ревностные, конечно, возьмут этих братьев-пятидесятников, за уши выведут из храма. А другие могут вообще, закрыв уши, глаза, понимаете, убегут. Вот момент диссонанса. Понимаете, вот этот момент диссонанса. Понимаете, вот. То есть, звучит херувимское. И тут, понимаете, сейчас гитара, ударники, все так классно будет. Понимаете, сейчас вы ничего не переживаете, мы помолимся вместе. Сейчас еще руки на вас возложим. И вы будете прыгать тоже вместе с нами. Все будет хорошо. Иисус любит нас. Все. Аминь. Только кричите, аллилуйя, аминь. Одни аллилуйя, другие аминь. Понимаете, вот именно на этом примере совершенно понятно, о чем идет вообще речь. Понимаете, что значит живет в человеке. И почему, когда мы говорим о том, вне Иоанна Богослова, что я вам говорю, и вы это слушаете, и вам это уже понятно. Потому что это уже давно у вас живет. Ну, некоторые скажут, слушайте, ну, так а мы же, вот там они тоже приходят, вот, когда в секту, пятидесятников, к примеру. И они, им тоже там же нравится все, естественно. Ну, кто из православных людей, который ходил в церковь, именно жил полноценной православной жизнью, пойдет в пятидесятники. Ну, я, знаете, я, честно говоря, таких примеров не могу привести. Но тот человек, который только, вот, понимаете, он вышел с вечеринки, хорошая была вечеринка такая, знаете, там дискотека была, все как положено, эмоции, значит, с огромным количеством децибел, все было. И тут его приглашают, понимаете, на молитвенное собрание пятидесятников. У него есть, понимаете, какое-то мерило, ощущение того, что это плохо. Нет. Поэтому, конечно, он скажет, слушайте, это так здорово, я и там могу расслабиться, и здесь. Вот. Вы понимаете, о чем идет речь? Что там дух мирской. И там дух мирской. И поэтому вот это созвучие. А здесь дух мирен нужно стяжать. А дух мирен стяжать. Это нужно, это постоянно бороться вот внутри себя с тем, понимаете, вот с этой эмоцией, с этой жаждой, понимаете, какого-то желания проявить себя. А мы не проявлять приходим в церковь, в себя. Бог не нуждается в служении рук человечества. И Он ждет от нас только одного. Помните первые слова его? Покайтесь, приблизилось Царство Божие. Даже если пятидесятники скажут, ну, вы знаете, а там же прославлять Бога нужно, но даже не с этого началась проповица. Иоанна Крестителя и Спасителя. А началось слово «покайтесь», приблизилось Царство Божие. вот это покаяние. И покаяние, помните, как Иоанн Креститель сказал хорисеям, когда они тоже вроде пришли покаяться, но при этом хотели остаться также при своих занятиях и увлечениях. Он сказал, от рождения змеи на ехидны, помните? Кто внушил отбежать будущего гнева? Идите, сотворите плоды, достойные покаяния. Вот плод достойный покаяния, вот то, что является неким знаком, что человек действительно стал на верный путь. А если человек сидел, понимаете, и слушал эту музыку, которая, понимаете, раскалывает мозги, понимаете, там ударники и гитары, и тут то же самое ему предлагают, понимаете, давайте помолимся Иисусу, понимаете, Иисус нас любит, и споем тут, понимаете, рок-концерт при этом. В чем же, собственно, разница? А разница, тем более, если человек потом скажет, ну, вы знаете, мы уже безгрешны, мы покаялись, там, сказали нашему любимому Иисусу, вот, мы уже там покаялись, и все, уже второй раз каяться не надо, мы святые уже, так, Иоанн Богослов нам говорит, что кто говорит, что в нем нет греха, тот лжец, тот не от истины, грех до конца дней будет, и мы в нем будем каяться. Итак, дети, а вот эти слова тоже обратите внимание, 26 стих, это я написал вам об обольщающих вас, потому что многие приходят и обольщают, а вот здесь очевидно, что опыт духовный у человека верующего подлинно, он всегда почувствует несозвучие, и вот об этом он и говорил, что у вас уже это есть внутри, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним, в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Вот эти слова очень глубокие по своему содержанию. Мир потому не знает нас, что не познал его. Что значит не знает нас? Ну ведь как на христиан смотрят? Ну очень снисходительно так. Ну они хорошие такие ребята, там собираются, что-то молятся. Ну можно Бога в душе иметь, не обязательно там. Все это очень странно там. Слишком они много посвящают этому времени, там постятся, вот это молятся слишком много. Бог и так знает все, что мне нужно. Ну приблизительно символ веры один, слушаешь. Иногда даже чувствуешь, что вот понимаете, сценарист вот этого символа веры, понимаете, один, в кавычках символа веры. Что Бог знает все, что мне нужно, молиться не нужно, Бог самое главное, что в душе был. Приблизительно все говорят почему-то одно и то. Но понимаете, за этим скрывается прежде всего лень, понимаете, вот человеческая. Человек не хочет себя понудить. А ведь Спаситель говорит узкий, тернистый путь. А как насчет этого? Что они скажут относительно того, что Бог в душе? Узкий, тернистый путь. И скорбней будете в мире всем. Молитесь на всяк день и час Богу. Непрестанно молитесь. Как насчет этого? И вот почему мир осуждает христиан? Потому что не познал Христа. Вот если человек начинает познавать Христа, он начинает находить созвучие с теми людьми верующими. И часто говорит, я верю в Бога, но вот христиане, вот они такие. Вот видите, они на самом деле и Христа-то не познали. Потому что если бы познали Христа, они познали бы и тех, кто верит в Христа. Потому что одно от другого неотделимо, нужно заметить. Потому что Сын Божий воплотился. А это значит, что Он связал себя с человеческой историей на всю вечность. И поэтому, если кто-то хочет вот представить себе, что Бог есть вне христиан, вне церкви, это первое заблуждение. Такого не бывает. Нет такого. И некоторые говорят, ну вы знаете, я вот люблю в церковь, конечно, зайти, когда там вот эти христиан, нет верующих, я там себе встану, там под куполом, особенно там хорошо там сходит энергия, вот она так аж придавливает, значит, к полу так аж хорошо делается. Понимаете? А там стоять, там так душно, вот это не, 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 не буду. И вот удивительно, понимаете, что вот Спаситель, который говорит свои заповеди о том, что... Ведь, понимаете, кому понравилось бы, если бы Спаситель кому-нибудь из нас сказал, вот вы гробы повапливные. Понимаете, никому это не понравилось бы. А вот человек ищет, понимаете, приятность. Вот я в храм зайду, мне так приятно, так вот хорошо, вот классно так, вот очень хорошо. Но когда вот никого нет, вот все уйдите, я вот здесь сам буду на тени с Богом, под куполом, это хорошо. Свечу поставлю, вот так будет, хорошо. Вы понимаете? А ведь Господь говорит о том, что мы должны любить там ближних, о том, что мы вместе должны молиться, и вот такое... Вот эгоизм, до чего того нет, что, понимаете, Бог только мой. Это, знаете, как в том вот анекдоте, когда пришел, вот такой вот человек, тоже под куполом поставить, там решить свои вопросы, вот. Человек, видимо, очень богатым был, и говорит, Господи, тут у меня такая сделка, ну, несколько миллионов, все, вот помоги, Господи, решить эту проблему. И слышит, рядом, он просто не ожидал, что там кто-то еще может быть возле колонны, Господи, помоги. Мне пенсии не дают, вот, уже несколько месяцев, он так посмотрел, достал там, что-то там отлистал, может быть, он в жизни своей столько не держал денег, этот дедуля. Дал ему, говорит, слушай, по мелочам больше Бога не отрывать, но у меня тут, очень-очень, да, тут важные дела решаются, так что не надо. Так что, видимо, понимаете, чтобы не сорвалась сделка, вот, чтобы никто не помешал, там, Богу решить его вопросы, лучше поставить под куполом одному. Но ведь мы-то понимаем, что церковь соборная, это значит, что мы как ковчег, знаете, который всякой твари попали. Все мы тут, понимаете, разные. Раньше и цари, слава Богу, ходили в церковь, и простецы, и кого там только не было. именно в этом было, понимаете, блаженство, что везде мы разные в миру, а вот в церкви все мы одинаковые, понимаете, потому что все мы пришли сюда к Отцу Небесному, все мы перед Отцом, понимаете, равны. Там мы, конечно, можем где-то видать в облаках, а там, вот здесь мы все одинаковые. Вот. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его, возлюблены. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. О, что будем? Кем? Кем будем? Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это основное блаженство именно праведных. Увидеть, как Он есть. Именно это основная радость человеческого, христианского существования. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Вот к чему должен стремиться, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Вот о чем речь. Не познал Его и не видел Его всякий согрешающий. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Вот, братья и сестры, вот мы. От дьявола мы, понимаете? Вот так вот. И вроде и пытаемся что-то делать. Согрешаем, а значит, Его волю творим. Вот тяжело нам это осознать, правда ведь? Хочется сказать, нет, мы дети Божьи. А здесь говорится, видите, согрешаем, значит, от дьявола есть. И вот каждый раз тебе, понимаете, а сектантом, да вы что, да мы не согрешаем, но не от дьявола. Мы все, понимаете, все так просто. А в какой-то момент Господь скажет, не знаю вас. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в жизнь вечную. А у нас только порой уверенности, самоуверенности. И поэтому пророкий говорит, что наши добрые дела, Господи, перед тобой, как запачканная одежда. Да, вот так вот. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Вот так вот. Вот над чем нам нужно задумываться постоянно. Вот она истина и правда Божия. Ибо таково благорестование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Вот за что, вы понимаете, какая простая истина. потому что Бог жертву Авеля принял и возненавидел Каин, своего родного брата и убил его только за то, что он угоден был Богу. И вот вспоминаются тысячелетия и века христианские. за что убивали святых людей? Только за то, что они были угодны Богу, что их лицо светилось. Как один сказал, говорит, такие светлые лица, как у них, говорит, сейчас никто не носит уже. За это убивают. Да. Так вы мне напоминаете, какой стих я. 14-й. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братья. Нелюбящий брата пребывает в смерти. А ведь, знаете, вот я вам скажу, вот, особенно, когда читаешь историю церкви. Ведь, понимаете, что такое история церкви? История церкви, это, я бы сказал, история совести. И вот, понимаете, бывают, конечно, разные моменты, когда эта совесть начинает засыпать, то есть церковь. Мы говорим правду, что есть. Всякие моменты бывают. А ведь нужно, понимаете, порой не заигрывать с властями, а сказать им правду. А иногда эту правду не говорят. И, понимаете, в этом беда. Мы должны прежде всего говорить истину. Конечно, никто нам хлопать в ладоши за это не будет. Будут ненавидеть. об этом говорит Господь. А это, конечно, непросто сказать, потому что порой нужно заплатить цену собственной крови, а может быть, и тех, кого мы любим. Вот вспоминается мне последняя смерть отца Даниила Засоева. Ведь, понимаете, за что его убили? Ведь не смогли аргументом привести те люди, кому он говорил правду. Не смогли с ним полемизировать на языке разума. Потому что те аргументы, которые он приводил, они были крепкими, сильными, убедительными, потому что это было истина. И они понимали, единственный путь остановить этого человека, это просто его убрать. И убили в храме, расстреляли, в упор. Понимаете, вот, пожалуйста, конечно, мы-то понимаем, что кровь мучеников это семя церкви, как говорили еще в древности. Потому что нас это еще больше убеждает, что нет, нечего противопоставить истине. Истина сама по себе уже настолько сильна, что ее никак не закроешь. Вот. Понимаете, и поэтому, конечно, мы не должны при этом оскорблять личность человека, когда мы говорим истину. Это не значит, что мы говорим, помните, даже апостол Павел, он же не говорил, что вы тут такие язычники, негодяи всякие, собрались. А он сказал, что вы по-особенному набожны и так далее. То есть, он мягко, но в то же время он начал говорить не то, что ему нравится. То есть, мы, конечно, не должны никому, собственно, как бы там наступать на этот мозоль лишний раз гордости человеческой, но в то же время истина должна быть нашим словом последним. Так, дальше какой стих? Пятнадцатый. Всякий ненавидящий брата своего есть человеко-убийца, а вы знаете, что никакой человеко-убийца не имеет вечной жизни, в нем пребывающей. То есть, ненависть, только ненависть, а равно человеко-убийцу. Господи, да не будет с нами этого никогда, чтобы не было никакого помысла внутри нас ненависти, потому что если есть ненависть, мы человеко-убийцы, понимаете? Что это значит? Это значит, что если мы сейчас этого не понимаем, то это не значит, что Бог насудить так не будет, как человеко-убийца. Он скажет, да ведь ты человеко-убийца. Господи, И скажет, да я никогда не убивал человека. Он скажет, да ты ж ненавидел, соседка. А я думал, что всякий негодяй заслуживает ненависти, тем более моей. Нет. Понимаете, человек-убийца ненавидящая. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу, и мы должны полагать душу свою за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным. Вот. Какая красота в этих словах Божьих. И вот почему мы узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кальми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вдумайтесь в эти слова. То есть сердце наше осуждает нас. Но это не Бог пока. А если Бог осудит? Представьте себе, Бог осуждение скажет на страшном суде. Это сердце нас, и мы мучаемся. Как мы мучаемся от того, что сердце наше, совесть наше осуждает другими словами? Как мы мучаемся? А если Бог скажет осуждение, какое мучение для человека невыносимое будет? Какой страх тогда, понимаете? Почему суд называется страшным? Почему мы Бога страшным называем? Это не тот, понимаете, умилительный, понимаете, Иисусик из Назарета, о котором проповедуют баптисты или евангелисты. Это не Иисусик. И не надо впадать в такие слюнявые сентиментальности. Это кроме того, что он любит человека, но он еще и справедливый судья. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем герзновение к Богу. Вот эти тоже слова. Имеем герзновение, если наше только сердце не осуждает нас. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Вот отчего дерзновение, от того, что не осуждает сердце наше. Господи! А ведь у нас только всяких осуждений в душе нашей. Поэтому и дерзновения не имеем. Поэтому Господь не внемлет нашим молитвам, братья и сестры. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем. И Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Возлюбленные, не всякому Духу верьте. Не всякому Духу верьте. А сейчас, знаете, как говорят, давайте будем верить всех Богов одновременно. Это ж так, понимаете, политкорректно, это ж так вообще правильно. Никого не будем обижать. Будем в Магомета верить, в Будду. Будем верить всех-всех-всех-всех, понимаете? Мы такие хорошие, лучше, чем те, которые были в средние века, понимаете, мракобесы. Вот. А мы во всех будем. Мы будем верить, конечно, значит, в Магомета, который проповедовал нецеломудрие. И будем одновременно верить во Христа. И интересно, и какое у нас на душе будет состояние. Или, может, еще в Будду, который карму проповедует. Может, еще в Него поверим. И тогда совсем будет хорошо у нас в душе. И тогда куда мы вообще будем идти, если мы всех сразу будем верить? В Кришну еще давайте поверим. И куда же мы придем тогда? В объединение церквей. Да, объединение церквей, понимаете, механически можно объединить все, что угодно. Но давайте просто я хочу, чтобы каждый себе представил в голове. Вот если он поверит во всех одновременно в душе своей ради, понимаете, уважения ко всем религиям. Что будет? Он будет дезориентирован. Это во-первых. А что же, собственно, но если там можно даже нападать с целью, вот в исламе, ну, джихад можно ради, так сказать, того, чтобы обратить, ну, насильным, естественно, путем неверных и сделать их верными. А Господь говорит, ненавидящий брата своего, человек-убийца уже есть. И вот если человек хотя бы вот эти два тезиса попытается верить, он сможет как-то совершенствоваться в вере? Он может себя изменить к лучшему? Как вы думаете? Он будет как Буридан-Овосел. Знаете, такой был Буридан, известный психолог. И он однажды решил стойкость психологическую осла проверить. Он два вот стога сена поставил, которые пахли, как бы вот запах сена был одинаковый, и поставил его в центре. И, знаете, истек пеной бедный осел, так и не смог, он не знал все-таки, какой ему, с чего начинать. Вот. А что же делать? Понимаете, вот так и бывает. Человек в результате не знает. А как же ему тогда жить? Так, говорит, все нужно, вот понимаете, все человек должен знать, все хорошо. Так дело не в том, что человек должен знать, а вопрос вообще, какова целесообразность этих знаний? Для чего я должен знать, чем занимаются, понимаете, там где-нибудь в Новой Гвинеи, там папуасы какие-нибудь, зачем я должен это знать? Для чего? Или что кушают крокодилы по утрам, когда они очень голодные? Зачем? И вот если вот в таком, понимаете, истеричном накапливании знаний, понимаете, человек, он теряет в результате самое главное. Потому что знание должно менять жизни человека. Это называется мудрость. Потому что знание в какой-то момент должно уступить место самой жизни. Вот в чем суть. Поэтому говорит нам Писание, что мы отчасти знаем, а там уже мы увидим. Увидим тайну, тайну будущего века. Так вот, что я хочу сейчас сказать. Я хочу сказать, что знание, оно всегда является инструкцией на пути. Но самое важное, мы должны понять, что никакое знание не может сравниться просто с обычным счастьем. Вот если счастье, это и есть ощущение жизни. А знание, это всего лишь некая схема, некий путь, который нужен только тогда, когда человек идет этим путем. А если я не иду этим путем, то зачем мне эта инструкция? Зачем мне указатели, если я не умею читать эти указатели? Для меня важны указатели или для меня важна дорога? Или для меня еще более того, важнее цель моего пути? И вот здесь нужно понять, что просто накапливать знание человеку не хватит ни времени, ни сил. Потому что жизнь наша ограничена временем и силами. Поэтому мудрый человек не тот, кто знает много, а кто знает главное. И поэтому не всякому духу верьте, но испытывайте духом. Вот это критичное отношение к жизни, вот этот критицизм религиозный, это наша христианская рефлексия, которую дает человеку Бог через миропомазание. Но не всякому духу верьте, не в то, что сверху от Бога. Господь, как говорит, я видел дьявола, как молнию с неба спадшего. А кто-то в этот момент тоже мог видеть это и сказал, «Ой, это, наверное, Бог посетил нас, раз сверху это падало». И побежал чествовать и поклоняться. Но это же сверху. Но не все, что сверху. Даже Высоцкий знал об этом от Бога. От Бога ли они? Потому много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Вот очень важный критерий. Но некоторые скажут, «Ну знаете, а сейчас много сектантов, они говорят, мы тоже исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти». А я скажу, «Нет». И мне приходилось неоднократно с сектантами на эту тему общаться. И я аргументы приводил в следующий. Они, конечно, говорили, «Да, мы исповедуем, Сын Божий воплотился». Нет никаких у нас как бы сомнений в этом. Да. Но вот понимаете, что дальше? Если Сын Божий воплотился, принял естество человека, то какова цель была этого принятия плоти человеческой? А цель была следующая. Он сказал, что Церковь – это мое тело. Церковь – это мое тело. Это значит принять в том христианском смысле воплощение Сына Божия. Это значит принять Его воплощенность в Церкви. А тело, оно одно у Христа. Нет, два тела, три тела у Христа, оно одно. И помните, мы акцентировали внимание в первых главах деяний апостольских, что к Церкви можно было только присоединиться. Помните? Что нельзя ни в коем случае создать новую Церковь. Только можно было присоединиться. Примкнуть уже к тому, что Бог создал. И если христианин, называющий себя христианином, он говорит, «Да, я как бы понимаю, что вот Сын Божий, он воплотился, но при этом отвергает именно Его воплощенность в Церкви, как в Своем теле, значит, Он не исповедует Сына Божия, пришедшего воплоти». А значит, мы читаем, что это? Это Дух Антихристов, пришедшего не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь уже есть в мире. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Вот почему мир слушает их. Вот почему такое огромное истечение сектантов на футбольных стадионах, помните? Все «Аллилуйя, Аминь», ручки вверх, понимаете, глаза закатили, понимаете, все это, потому что это все мирское. Здесь не нужно менять свою душу, то, о чем мы говорили, вот те потеряковые случаи. Разве кто-нибудь из этих людей сможет это сделать? Да и из нас это с трудом кто-либо сможет сделать. И, может быть, вообще мы не сможем этого сделать. А так, конечно, собраться, «Аллилуйя, Аминь», понимаете, толпа большая, все очень хорошо, приятно, провели время. Нет, все это от мира, поэтому и слушают их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. А всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в университет за грехи наши. Какие слова! Что не мы возлюбили Бога, а Бог возлюбил нас. Ведь мы часто всегда отвечаем на любовь. А здесь именно Бог так возлюбил человека, что отдал Сына Своего единого. Дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. То есть не ждал Бог того момента, когда человек скажет, Господи, я Тебя люблю, и Господь, ну ладно, я отвечу взаимностью. Нет. Возлюбленный. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Вот здесь очень он говорит удивительные слова, что Бога никто никогда не видел. И смотрите, как сама конструкция речи, как бы вот не совсем понятна, почему вот другая часть этого стиха, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Вот как это связать одно с другим? Вот обратите внимание, это совершенно бессвязные два предложения. Бога никто никогда не видел, и идет сразу же речь о любви друг к другу. Вот о чем идет речь. То, о чем мы только что говорили. О том, что Церковь является Его телом. И все мы являемся частью этого тела, частичками этого тела. И хотя Бога никто не видел, но мы начинаем видеть Его, любя друг друга. И Он пребывает в нас. То есть невидимый Бог пребывает в нас, поэтому нужно любить друг друга. Потому что каждый человек – образ Божий. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем в миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Мы познали Его любовь. Понимаете? А в чем мы познаем эту любовь? Вопрос для каждого из нас. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире всем, как Он. Вот что это значит? В день суда мы имеем дерзновение. Только тот человек, который в своей жизни творит любовь и милосердие, он имеет дерзновение быть выше суда. Он имеет некое право суд преломлять на милость. Но это только тот человек, который сам выше суда, который победил грех. И вот если мы сравним опять-таки учения, восточные учения, то мы будем иметь дело только с кармами. А карма – это закон. А закон, он не имеет любви к человеку. Там есть причина, там есть следствие. Но есть и в этой жизни причина, и есть следствие. Но если причина была плоха, греховна, но мы раскаялись в этом грехе, то Господь останавливает, да мокло в меч, который висит над всяким грешником. И он не убивает этого грешника. Покаяние возможно только тогда, когда мы способны любить. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. А помните, начало премудрости что? Страх Господень. Поначалу мы не можем иметь такой любви. У нас единственное, что должно быть, хотя бы страх Божий, потому что мы грешны. А вот когда человек усовершенствуется, тогда у него появляется любовь, и она, любовь, совершенно изгоняет страх. Но нам расти к этому и расти. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Действительно. Поэтому Бог воплотился. Он среди нас. В каждом из нас. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Что мы любим детей Божьих. Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. А рожденный от Бога, это тот человек, который принял крещение. Он уже родился от Бога. И сия есть победа, победивший мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сея есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. Вот. Когда идет речь кровью. Не водою только, но водою и кровью. Это идет речь о Евхаристии. А как мы знаем, что Евхаристия, Евхаристии нет у сегдантов. И дух свидетельствует о нем. Потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И сие три суть едина. Но как можно не видеть этих слов, обращаясь к свидетелям иеговы, иеговистам. Здесь же четко говорится, они что не верят в Пресвятую Троицу. А здесь же очень ясно говорится, что они, сие три суть едина. Отец, Слово и Святой Дух. И три свидетельствуют на земле. И с кем только они в насмешку Троицу Святую не сравнивают. И с индуистским Тримуртием. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сие три об одном. То есть все эти таинства, которые имеют вещество и воду, и кровь, они свидетельствуют об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в Себе Самом. Вот это тоже важно. Неверующий Богу представляет Его уживым, потому что неверует. И свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия. А вот те же иеговисты отвергают Сына Божия. Ну а если в Нем только жизнь вечная? А они говорят, что это высшее творение, но это не Сын Божий, это воплощение Архистратига Михаила. Так получается, если мы почитаем вместо Сына Божия Архистратига Михаила, так мы становимся идолопоклонниками. Потому что мы чтим Творца, простите, вместо Творца творение, и почитаем Его Спасителем, то есть творение. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизнь. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божий, имейте жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вот, когда по воле просим, то есть когда заповедь Его исполняет, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем, просим и от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том, говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех и не к смерти. Вот здесь мы сталкиваемся с определенной сложностью. А как это так? Есть разве грех не к смерти? Ведь всякий грех – это и есть противостояние воли Божьей. Это все от дьявола. А разница только в том, что всякий грех, в котором приносит человек покаяние, кается, просит у Бога прощения, то он не к смерти. А если человек коснит и находится во грехе и не просит у Бога прощения, то грех к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый, не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Вот заключительные слова, как будто, обычно заключения всегда бывают какие. Вот если идет речь о чем-то, да, вот и, ну все, и вот резюме этого обращения, как бы уже говорится, ну вот, а здесь непонятно. Почему? Ведь вроде о видолах ни одного слова не было. Не было ни одного слова в этом послании о видолах. Последние слова дети, храните себя от идолов. Что же такое идол? Идол – всякий грех. Это и есть идол. И всякий человек, который грешит, он приносит вот эти жертвы этому идолу. Или серебролюбию, или объедению, или блуду и так далее. Он внутри себя, как божество, чтит этот грех, потому что он привязан к нему. Он силы свои, свою энергию жизненную отдает этому. Поэтому он и говорит, храните себя, дети, от идолов. Аминь. Я как бы уже не буду эти два… Хотя вот сегодня мы закончим, чтобы мы уже не возвращались к соборным посланиям. Здесь еще два послания по времени как бы уже мы не успеваем. Единственное, я обращу внимание на некоторые слова этих посланий. Они очень маленькие, эти послания. Вот эти важные слова седьмого стиха второго послания. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Это вот те слова, они созвучны с первым посланием, очень важные. То, о чем мы говорили. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его?» То есть, если человек, который по своим религиозным убеждениям не принимает Христа, пришедшего во плоти, даже не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Вопрос сложный. Сразу вам скажу. Некоторые скажут, «Хорошо, ну а как сам патриарх приветствует там главного муфтия, скажем, России, или там, понимаете, Далай-ламу, вот, и так далее, и так далее. Вот как здесь это понять? Понимаете? Понять это очень просто и легко. Что есть ересь? Вот буддизм или ислам, это ересь или нет? Скажите мне. Это не ересь. Нет. Ересь – это то, что разрушает христианство. Магометанство. А буддизм, он не разрушает христианство. Магометанство, оно тоже не разрушает христианство. Скажете, ну как не разрушает? Разрушает. А я скажу вам, нет. Знаете почему? Потому что они не называют себя христианами. То есть буддисты, они же не говорят, мы лучшие христиане, чем православные, например. Они не говорят этого. Или Магометане, они не говорят, что мы вот лучшие христиане, чем православные. Не говорят. Они говорят, мы магометане, мы мусульмане, мы буддисты. С точки зрения, конечно же, православные истины, это заблуждение. Я имею ввиду магометанство и буддизм. Но это не ересь. Ересь это всегда мимикрия под истину. То есть, вот скажем, католики это ересь. Протестанты это ересь. Почему? Потому что они мимикрируют. И поэтому им не поддавайте руки. Но, вот, когда общаются, то есть, мы же знаем, миссионеры, значит, они шли и приветствовали, тот же апостол Павел приветствовал и так далее, и так далее. Но скажете, ну, патриарх приветствует и Папу Римского, там, и и другим там лидерам крестьянских конфессий, телеграммы, там, они приветствуют друг друга и так далее. Дело в том, что здесь еще нужно понять одну вещь, что они не ересиархи. Что это значит, ересиархи? Ересиарх это те, которые создали ереси. То есть, это не изобретатель ереси. Это те люди, то есть, вот, кого приветствует, скажем, патриарх, которые уже родились в этой ереси, в этом заблуждении. А разница огромная. Одно дело, когда человек умышленно противостоит, вот он, скажем, находился в истине, а потом он начинает уходить. Помните, то, о чем говорил апостол Иоанн, что они вышли от нас, но не были нашими. Но, когда человек родился спустя там уже несколько столетий в католицизме, он родился в этом, он вырос. Понимаете, он не создавал католицизма, то есть, он не изобретал это, так сказать, это заблуждение. Он уже родился в этом заблуждении. И если мы не, если мы поставим знак равенства одно с другим, ну, тогда, знаете, тогда можно сказать, разницы нет и в нашей жизни. Значит, то, что мы жили до Христа, вот, грешили, понимаете, и когда мы приняли Христа, разница, мы-то, понимаете, все равно являемся с тем же именем. То есть, скажем, если я был Сергеем до Христа и после Христа, я все равно Сергея остаюсь. Но разница, это есть разбойник до покаяния, благоразумный, после покаяния. Понимаете? Но в данном случае, когда я говорю о том, что ересиархи, ересиархи – это те люди, которые умышленно противостояли истине. И вот когда, значит, люди не умышленно рождаются, то наше доброе отношение к этим людям, наше приветливое отношение к этим людям дает нам возможность и открывает нам возможность к диалогу, чтобы мы свидетельствовали. Потому что те, которые создавали ереси, они наоборот все делали для того, чтобы отойти от истины. А эти не знают просто истины, потому что они родились в этом заблуждении. Понимаете? Поэтому когда некоторые говорят, ну а как же не приветствовать и так далее? Нет. А если бы сколько миссионеров, они именно миссионерствовали среди таких людей, понимаете? Эти миссионеры были святые люди. И Парк Морисович тоже родился в Католичестве. Конечно, конечно. Почему? Потому что, ну хорошо, ну взять Иоанн Павел II, или, понимаете, Бенедикт, значит, XIV, который сейчас. Ну, понимаете, он же родился уже в католичестве. И ничего ему не вбешиваться, это он носит. Не, ну, знаете, а я вам... Нет, сейчас... Дело в том, что, значит, я вам расскажу такой вот один пример из жизни одного известного московского батюшки, ныне уже, по-моему, почившего. Отец Виталий такой был. Отец Виталий Киселёв, по-моему. Всю жизнь этот батюшка был по-за границам. Так, были у него командировки. То есть, он работал в отделе внешних церковных связей. То есть, Министерство иностранных дел нашей Церкви, скажем так. Ну, потому что у нас приходы там везде-везде-везде, вот, за границей. То есть, окормляют наши приходы русские православные, приходы диаспоры, русскую за рубежом. А на сегодняшний день эти приходы всё больше и больше становятся, потому что мигрируют наши, вот, и, соответственно, создаются там приходы. И вот он, как бы, объездил весь мир, вот, в силу своего, как бы, положения. И однажды он был на приёме у Папы Римского, вот, как представитель вот русской православной церкви. И вот, а он такой был, вот, ну, как бы, уже человек, скажем, бывалый, общался уже не раз с ними, со всеми, вот, протестантами, и как бы так умел и мудро, и, скажем так, не оскорбляя, что называется, личность, с тактом. Он однажды говорит, «Ваше Святейшество», обращается к Папе Римскому. Вот, меня интересует, вы что, правда уверены в том, что вы непогрешимы? Ведь есть догмата непогрешимости папская. И он, Папа, начинает говорить, он, конечно, не ожидал такого ответа, тем более от клирика, понимаете, там, русской православной церкви. И он начинает, как бы, что-то такое невнятное говорить, «Ну, вы знаете, это традиция, что-то там, вот как-то так». Вот. Тогда отец Виталий говорит, «Слушайте, а если вы на страшном суде окажетесь, и вы что будете Господу говорить, «Ну, вы знаете, ты знаешь, Господи, это традиция, вот, что я непогрешим, но на самом деле…» Вот. А Господь тебе скажет. А мне, говорит, «Я не знал, что я непогрешим, но вот я как бы так родился в этой традиции непогрешимости, так и принял». А Господь скажет, «А отец Виталий тебя предупреждал, что…» Так что у него, видите, тут… Да, вот такие как бы бывают разные моменты. Так что… Задумался. Да, я не знаю, уж задумался или нет, но думаю, что бесследно для него это, конечно, не прошло. Так. Вот, хорошо. Так что многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Вы знаете, мне тоже еще вспоминается один такой момент. Это как бы такой анекдотичный случай. Вот пришел апостол Павел, вот как бы вот, что называется, второе явление апостола Павла, 20 век. И тут какое-то екуменическое такое как бы собрание, там вот стоит какая-то палатка католиков, там протестантов, вот, там православных. Вот. Ну, так вот, зашел к православным апостол Павел, вот, и там что-то вот, ну, вышел, как бы дальше пошел к католикам, я уж не помню, что там с католиками было, вот, но когда он зашел к протестантам, он через какое-то время выбежал апостол Павел, и, значит, за ним бежит какой-то протестант, вот, с Библии в руках, и говорит ему, слышишь, а апостол Павел-то сказал вот так, нужно делать и поступать. В послании, что сказано, глава такая, стих такой-то. И бедный апостол Павел вынужден был скрываться бегством. Так что, понимаете, иногда апостол Павел сам не знал, что он написал. Протестантам лучше это известно, вот. Помните, мы говорили о том, что апостол Петр говорил в своем послании в конце, что есть нечто неудобо-вразумительное вот, у нашего брата Павла по данной ему премудрости, вот. А вот для протестанта все понятно, вот. Даже то, что непонятно, было апостолу Петру. Ну, автор уж не знаю, ему-то все было понятно, вот. Но в данном случае вот такая вот история. Да. И третье послание соборное. Ну, как бы здесь, видите, вот еще очень важный момент, здесь и второй, и третий заканчиваются такими словами, что многое имею писать, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и поговорить уста к устам, чтобы радость ваша была исполнена. То есть, понимаете, вот это и есть предание. То есть, не все, оказывается, было записано, но вот церковь сохранила эти жемчужины. То есть, сам апостол не писал, но те, которые присутствовали там, они записывали то, что говорил апостол. Понимаете, и в этом богатство православной церкви, в отличие от протестантизма, который говорит, вы знаете, больше того, что написано, уже не, так сказать, мы не принимаем. Ну, интересно. Что-что? Вот, совершенно верно. Вот, а здесь, собственно, говорится именно о том, что он хотел лучше уста к устам, чтобы была более ваша радость исполнена. Так, ну, и последнее послание апостола Иуды, да, Иуды, ну, в смысле, не Искариота, вот, а тот, другого Иуды. Восьмой стих. Так точно будет и сими мечтателями. Мечтателем. А сейчас даже многие хотят похвалиться. Я вот такой мечтатель, вы знаете. Вот. А вот с мечтателями, которые оскоряняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запрети тебе Господь. То есть, даже архистратик Михаил, когда спорил с дьяволом о Моисеевом теле, вообще, это таинственный стих относительно Моисеевого тела. Вы знаете о том, что Господь предал земле сам тело Моисея. То есть, никто не знает, где Господь сокрыл тело Моисея, потому что как бы возможность была обожествления Моисея. Чтобы этого не было, Господь сокрыл. Но вот когда значит, укоризненного суда, то есть, какой-то был спор, и что сам архангел Михаил значит, не произнес укоризненного суда. Весь суд принадлежит Богу. Весь суд принадлежит Богу. Поэтому мы как бы должны помнить об этих словах. Он судья. То есть, ни один ангел, никто судей не называет. Таковы и бывают соблазны нам на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя и безводные облака носи... Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и сторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с ромотами своими, звезды блуждающие, которые блюдут, блюдется мрак тьмы навеки. То есть, вообще, грешник здесь сравнивается и с безводными облаками, несущимися, и осенним деревьям бесплодным, которые листья только сбрасывают, дважды умершие и сторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с ромотами. Это все образ грешника. Вот представляете, вот мы, вот такие люди, понимаете, несущиеся облака ветрами, как мы подвержены каким-то мнением, всевозможным суждениям, о чем мы только не рассуждаем, и, понимаете, впадаем в всевозможные заблуждения, кто-то сказал что-то, для нас это важно, мы уже в страстях все понимаете. Вот, понимаете, вот грешник, вот образ его, дважды умершие, вы понимаете, дважды умершие. А дважды умершие, это тот человек, который принял крещение, и потом умер опять, понимаете, потому что уже ему вторая жизнь была дарована во Христе, и опять умер. Восемнадцатый стих, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждою, которая оствернена плотью». То есть, к одним грешникам мы должны быть милостивы с рассмотрением, а других даже страхом спасайте. То есть, каждому, понимаете, нужно свое лекарство. Кому-то нужно сказать, а кого-то нужно пожалеть просто. Понимаете? И оказать милосердие и любовь. Ну вот. Вообще, это писание, это пожнание Иуды, как будто окно, это и в ад. В ад? В ад. Вы знаете, видимо, да. То есть, как бы вот читаешь, и ты понимаешь, что все пелены, все иллюзии относительно своей собственной жизни, понимаете, они просто куда-то уходят. Потому что мы себе такого намечтаем. Он здесь говорит, мечтатели. Понимаете, вот чем мы занимаемся порой. Просто мечтаем, понимаете. И вот это, почему одно из, значит, одна из разновидностей прелести по святым отцам, это мечтательность. Прелесть, заблуждение. Когда человек начинает мечтать, когда он крутит, вот это, понимаете, кинематограф здесь и на самом деле дважды умерший становится. Дважды умерший. Страшно, действительно. Ну что ж, на следующем занятии мы будем изучать послание кремлянам, апостола Павла. Первое, в смысле не первое, а единственное послание кремлянам. Субтитры создавал DimaTorzok